Время новостей на телеканале Актиз в студии Мария Бачина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Международное сотрудничество. Иркутскую область посетила бизнес-делегация из Республики Беларусь. Тревожная статистика. Количество выявленных случаев употребления алкоголя детьми в Ангарске выросло на 20%. Внимание незрячие! В Ангарске сотрудники ГИБДД провели акцию в поддержку людей с ограниченными возможностями. Теперь обо всем подробнее. При Ангаре посетила большая делегация из Республики Беларусь. Цель визита – укрепление партнерских отношений в сфере предпринимательства. Иркутскую область представляли 90 участников, заинтересованных в налаживании бизнес-контактов с коллегами из братской делегации. Делегацию гостей возглавил председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Это очень приятно, что мы сегодня видим, что плодотворная появляется работа. И буквально закончилась одна из встреч, которая показывает, что есть вопросы обоюдные, которые нам необходимо сегодня решать. Как здесь на оригинальном уровне, так и на правительственном. Сегодня день работаем, завтра. Потом протокол. Пожали руки. Дальше начинаем этап для того, чтобы получить плодотворный результат, который необходим двум сторонам. В рамках встречи стороны обсудили перспективы постоянных поставок дорожно-строительной, лесопожарной и иной специализированной техники, а также вопросы, связанные с логистикой. Вопросы теплоснабжения села Саватеевка обсудили сегодня в администрации Ангарского округа. На территории работает автономная котельная. Ее обслуживанием занимается частная организация в рамках концессионного соглашения. Сейчас там завершаются работы по переводу оборудования на иной вид топлива. Из-за проблем с поставками мазута использовать будут древесные отходы и уголь местного производства. Уровень ежегодной добычи этого вида сырья в Иркутской области оценивается в 16 миллионов тонн. На сегодняшний день один котел у нас в работе. Он обеспечивает полностью. Второй сейчас находится в пуске наладки. Я думаю, что до конца декабря мы его закончим. Ну и все работы будут закончены. Сегодня у нас идут отделочные работы по котельному залу и где бытовые помещения. Значит, оборудование дополнительно, которое еще будет поставлено, это резервный транспортер на углек подачи и дробилка. Они будут поставлены до конца года. Сообщается, что в дальнейшем мазутные котлы будут использоваться в качестве резервного оборудования. Также в ближайших планах замена двух километров тепловых сетей. Штраф до 50 тысяч рублей планируют установить в Приангарье за продажу энергетиков детям и подросткам. Проект закона размещен на сайте областного парламента. Документ предусматривает, что лицам, не достигшим совершеннолетия, не будут отпускать безалкогольные тонизирующие напитки. Если продавец усомнится в возрасте покупателя, то вправе запросить документ, удостоверяющий личность. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в регионе сложилась крайне неблагоприятная ситуация с употреблением энергетиков, которые пагубно влияют на физическое и психическое состояние детей. Власти Ангарского округа намерены бороться с подростковым пьянством. Накануне в мэрии состоялось совещание по данной теме. В нем приняли участие руководители образовательных организаций и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Как следует из статистики, количество выявленных случаев употребления алкоголя детьми выросло на 20%. Подробности далее. Тема профилактики вредных привычек сегодня крайне актуальна, особенно когда дело касается подростков. В силу возраста дети склонны копировать повадки окружения. А когда выпивают и родители, и сверстники, дурные привычки становятся нормой и могут перерасти в серьезную зависимость. Слышать от родителей, что я тоже рос, и мы пили, и выпивали, и пробовали все, конечно, очень грустно. То есть сидит его ребенок, подросток, и все это говорится при детях. Абсолютно спиртное содержится дома в достаточно открытых местах. Это и холодильник, это и шкаф. То есть настолько все доступно для детей. Безусловно, это то, что, наверное, провоцирует молодое поколение где-то попробовать. В Ангарском округе за этот год зафиксировано 74 факта употребления алкоголя детьми. 13 из них закончились отравлением. По словам представителей комиссии по делам несовершеннолетних, приобретать горячительные напитки детям помогают взрослые. А зачастую аналогичную безответственность проявляют и продавцы. Наша задача сейчас активизировать наше население или именно по передаче данной информации, что это есть. Или набери 02 и скажи, вот сейчас я здесь, и посмотрите, что происходит. То есть вот в этом случае нам надо тоже активизировать наше население, призвать, просить и тем самым больше вскрывать вот этих недочетов и негатива. Сотрудники полиции, инспекторы КДН регулярно проводят рейды по местам, которые запрещены для посещения детьми. Вместе с тем в городе на постоянной основе устраивают мероприятия, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни. Также профилактическая работа проводится в школах и других образовательных учреждениях. Ирина Шавлюк, Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время. Сотрудники ГИБДД за этот год задержали почти 13 тысяч автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом виде. Такие данные приводит Главное управление МВД по Иркутской области. За 11 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 255 человек. И почти 40% трагических случаев приходится на аварии с участием пьяных водителей. Инспекторы ГИБДД напоминают. Вождение в нетрезвом виде зачастую приводит к смертельным авариям. Кроме того, подобные нарушения влечут за собой как административную, так и уголовную ответственность. В Приангаре задержали подозреваемого в серии «Краш». Как сообщает Главное управление МВД по региону, целью злоумышленника были небольшие торговые павильоны. Преступник скрывал замки с помощью отвертки. За небольшое время ему удалось ограбить около семи магазинов и вынести оттуда свыше 200 тысяч рублей. Подозреваемый, 34-летний житель Иркутского района, ранее судим за аналогичные преступления. В настоящий момент он находится под стражей. К акции «Своих не бросаем» присоединились сотрудники силовых ведомств. Они сдали кровь для раненых бойцов, участников спецоперации на Украине, которые проходят лечение в Иркутском госпитале. Почти 20 литров крови сдали росгвардейцы. Узнав о том, что в областной центр при Ангаре прибыли несколько десятков раненых участников специальной военной операции, сотрудники вне ведомственной охраны Росгвардии не остались равнодушными и организовали массовый сбор донорской крови. Возможно, сданная кровь поможет спасти чью-то жизнь. Помимо росгвардейцев, в акции приняли участие сотрудники МЧС. Накануне они пожертвовали около 50 литров крови. В ближайшее время ее передадут в госпиталь, где лечатся военнослужащие. Внимание, незрячие! Сотрудники ГИБДД провели акцию в поддержку инвалидов по зрению. Она организована совместно с Центром поддержки общественных инициатив. Люди с ограниченными возможностями здоровья вышли на улицы города, на проезжей части. Подробности у Натальи Хмелевой. Звуковой сигнал светофора, внимательность водителя и белая трость. Вот главные помощники Марины в передвижении по улицам города. Девушка – инвалид по зрению с детства. За всю жизнь у нее скопилось немало историй, которые чуть было не закончились трагедией. Зимний период сталкивается с тем, что снег насыпан при уборочных работах, он попадает на бордюры, то есть нет ограничений переходов, то есть, ну, счищенных тротуров. И сложно определить, где переход. Хорошо, если человек помог, то ты как бы перейдешь. Если не помог, то ты просто мучаешься с этим переходом. Также сталкиваешься с… Когда автобусы к остановке подъезжают, они могут на расстоянии от остановки подъехать. И ты либо при заходе можешь оступиться, либо при, когда выходишь с автобуса, тоже можешь оступиться. Заметить людей, имеющих проблемы со зрением, казалось бы, несложно. В их руках всегда имеется белая трость. Для незрячих – это главная опора в передвижении, а также сигнальный знак для водителей. Увидев его, автомобилист должен притормозить и пропустить пешехода. Однако о таких правилах зачастую многие забывают. Ну, они же видят люди, и с тросточкой вот идет, белая тросточка. Они должны знать, что это слепой. Ну, даже не строят. Бабушки переходят, и то. Вот у нас в каком году-то, я забыл, вот здесь же сбило двух женщин. И попали обои в реанимацию. Одна слепая, вторая слабовидящая переводила, ну, вместе подружки. И их сбила машина. Именно для предотвращения таких случаев сотрудники ГИБДД совместно с Центром поддержки общественных инициатив проводят информационную акцию. Ее цель – напомнить автомобилистам о том, как заметить незрячего человека и вовремя сбавить скорость. Сталкиваемся с тем, что водители, основная их масса, даже не думают о том, что может попасться пешеход, который может не увидеть дорогу. Мы, конечно, разговариваем в первую очередь в основном со взрослыми, которые хорошо видят, хорошо знают, где они могут дорогу перейти, ориентируются хорошо на сигналы светофора, на знаки дорожные. Но даже те, кто полностью все видит 100%, может попасть в такую ситуацию, когда он будет не видеть дорогу. Инспекторы ГИБДД напоминают, что согласно правилам дорожного движения водитель обязан пропускать людей, подающих сигнал белой тростью не только на пешеходном переходе, но и на любом другом участке дороги. За несоблюдение этих правил водителям грозит административная ответственность. Впрочем, проявлять сопереживание к ближнему, лишенному возможности видеть, следует даже невзирая на угрозу получить штраф. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. Иркутская область вышла в лидеры по объему строительных работ в Сибирском федеральном округе. Как следует из данных Иркутстата, на Приангаре приходится почти четверть строительного рынка в Сибири. При этом, как сообщает газета «Известия», ипотечные кредиты в стране продолжают дорожать. Ставки повысили 29 банков. Наиболее активный рост наблюдался в первой половине осени. В этот период ряд крупных кредиторов увеличили минимальную ставку на готовое и строющееся жилье в среднем до 10%. И это все новости к этому часу. В 21.30 смотрите очередную серию фильма «Пока Станица спит». С вами была Мария Бачина. До встречи в эфире на телеканале Актис. И не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова